И вновь жилой фонд Норильска несет потери. В КРК не начались подготовительные работы к сносу бывшего женского общежития на Надеждинской 26. Здание пережило свой срок эксплуатации, простояв почти 50 лет, хотя средний срок жизни таких гостинок не превышает 30. Это уже четвертый дом, отправившийся под снос за последние три года. Василиса Матюшкина продолжит тему. На этом история одного из старейших домов КРК на Надеждинской 26 заканчивается. Местные жители называли его Кошкин дом. Это была женская гостинка, ее построили в 68 году. Многие женщины трудились на заводах и когда они уходили на работу, то оставляли в этих комнатах своих детей. Посмотрите, тут до сих пор сохранились рисунки. Даже немного жалко, что эти стены снесут. Немного о прошлом аварийной гостинке рассказал местный бригадир. Ребенком Сергей Сибов часто гостил в этом доме у своих друзей. Мог ли он подумать, что спустя годы приложит руку к его сносу? Играли здесь, войнушки бегали когда-то. В 92-м, 95-м годах. И друг здесь у меня жил до последнего, пока не расселили эту гостинку. Все получили свои комнаты. Кто на 22-й гостинке Шахтерской 22, кто на Шахтерской 11. Так что всем все достало свое жилье. В 2013 году здание признали аварийным, но подлежащим реконструкции. Спустя два года его законсервировали. Расселять пришлось немногих, говорит Сергей. Кошкин дом и так опустел. Осталось примерно 30 жильцов. Люди понимали, что гостинка уже обветшала и спешили сменять место жительства. Спасти дом не удалось. В 2016 году решено было его снести. Здания гостиничного типа, так называемые гостинки, имеют ограниченный срок эксплуатации. Это порядка 30 лет. И уже давно его превысили. Данные здания пытались сохранить. На фундаменте здания видны следы проведения работ по усилению фундаментов. Но вы видите, что все эти бетоны, которые состоят из каза золобетона, они ремонту не поддаются в связи с хрупкостью материала. Поэтому такие дома постепенно расселяются, демонтируются. Работы выполняет подрядчик из Липецка, специализирующийся на демонтаже. Основную трудность вызывает расположение гостинки. Здание граничит с отделением полиции, а рядом стоят жилые дома. Когда подрядчик приступил к сносу первых этажей, местные жители забеспокоились. А безопасно ли так разбирать аварийку? Что будет дальше, непонятно. Будем ждать. По словам руководителя проекта, такая технология сноса имеет место быть. План действий по зданию составляли в Липецке. Потому возникли затруднения в обследовании местности вокруг. Впоследствии рабочие решили начать снос с верхних этажей. Уверяют, обрушенные стены опасности не несут. Дом по-прежнему устойчив. Пока ждут оборудование, рабочие делают насыпь. Насыпь нужна для того, чтобы достать до верхних этажей. Экскаватор мог достать до верхних этажей здания. То есть поднять его повыше. Снос известной гостинки обойдется городской казне в 19 миллионов рублей. От Кошкиного дома останется только ростверк. Его не трогают, чтобы не повредить коммуникации, проходящие под гостинкой. Что жилфонд Норильска постепенно истощается, ни для кого не секрет. Ежегодно одно или два здания признаются аварийными. Уже сейчас идет переселение с пяти адресов, которые скоро исчезнут с карты города. К 35-му году власти Норильска намерены снести еще больше 40 аварийных и ветхих строений. Если ввести в поиске городского навигатора слово «ростверг», оно выдаст 69 заброшенных свайных оснований на территории НПР. И не факт, что это все дома. В статье от 2014 года на одном из интернет-порталов говорится, что в Норильске за последние 10 лет было снесено порядка 300 зданий. А в 2017 году сообщалось, что половина городского жилфонда 400 домов имеют деформации. На Апрельском арктическом форуме в Санкт-Петербурге мэр Норильска отметил, что с 2009 года из эксплуатации выведены 14 многоквартирных домов. А что же по новым строениям? И тут не все гладко. Как показывает сервис Минджика Хару, за 20 лет в городе построили всего 6 многоквартирных домов. Пик возведения пришелся на 80-е. Тогда в Норильске появилось 314 жилых зданий. Новые строительные рекорды городу необходимы, иначе вопрос станет еще острее, когда людям из авареек будет попросту некуда переселиться. Василиса Матюшкина, Вячеслав Матвеев, Андрей Казак. Новости северного города. Одно сносят, другое благоустраивают. До 15 ноября у норильчан есть время заявиться на обновление в своем дворе по муниципальной программе формирования современной городской среды. Для участия необходимо собрание собственников жилья в доме заявителя. Ну и финансовое вливание. А вот в каком размере, выяснил Виктор Пихтарь. Федеральная программа формирования комфортной городской среды действует в Норильске уже три года. В этом году по ней благоустроено 12 дворов на 35 миллионов рублей по итогам 2017 и 2018 годов. Рекордные 64 двора почти за 80 миллионов рублей. Но в 2020 году, по предварительной информации, управление жилищно-коммунального хозяйства финансирование может быть еще меньше. Всего 22 миллиона рублей. А желающих получить благоустроенный двор в Большом Норильске много. В этом сезоне поступила 21 заявка. Но коммунальникам пришлось выбирать с помощью бальной системы. В этом уравнении много переменных учитывается количество квартир, число голосов на собрании, наличие совета многоквартирного дома, доля финансового участия и так далее. Да, заплатить за новый двор собственникам все-таки придется. 2% при минимальном перечне и 20% с дополнительными работами. Подробная информация и контакты заявочной комиссии размещены на официальном сайте Норильска в разделе формирования комфортной городской среды. Но есть и другой путь. Позвонить в свой ЖЭК. Для того, чтобы все завертелось, нужна его помощь в организации общедомового собрания, на котором жильцы проголосуют и могут уполномочить управляющую компанию заниматься этим вопросом дальше. Но стоит помнить, что заявки нужно подать до 15 ноября. Благоустройство дворов – это еще не все. Федеральная программа затрагивает и общественные места. В этом году в ней участвует Каирканская набережная и площадка за второй городской поликлиникой в Толнахе. В следующем году местом преображения станет зона отдыха в районе Михаличенко-6. И горожанам предлагают поучаствовать в ее проектировании. У нас стоят волонтеры в арене, на автовокзале, арт-холл, кинотеатр «Родина», библиотека на Ленина-20, на первом этаже Норильска городская больница, которая располагается в Аганере. Очень хотелось бы, чтобы жители приняли активное участие. Обсуждение проходит с субботу и воскресенье с 12 до 20, то есть это будет 20, 26 и 27 октября. Эти обсуждения станут вторыми. Первое прошло на урбан-форуме, но в нем приняли участие всего 110 человек. Это слишком мало, говорят в администрации. Виктор Пихтарь, Андрей Казак, новости с северного города. Хорошие новости о завершившемся благоустройстве пришли из Каиркана. Там у 75-го детского сада установили долгожданное ограждение игровой площадки. О проблеме с забором мы рассказывали полторы недели назад. Подрядчик не успел сдать его в срок. Наша съемочная группа запечатлела тогда вот эти кадры. Площадка была ничем не огорожена. О том, что здесь ведутся строительные работы, напоминал лишь кусок сигнальной ленты и залитая бетон от будущей забор. Родители негодовали. Площадка и так практически все время под снегом. А теперь еще и полтора месяца осени. Дети должны играть на асфальте у садика. Прокомментировать проблему согласилась заведующая учреждением. Ирина Семберегова говорит, все 12 групп гуляют, и ремонт на работе отец сада никак не сказался. Да, действительно, никакого временного ограждения по всему периметру игровой площадки не было предусмотрено. Но, уверяется, сохранность горок и песочни следили в оба. На площадку могли попасть дети со всего нашего района. Но, однако, при профилактических беседах детей предупреждали, что ограждения нету и оборудование предназначено для детей дошкольного возраста. Дети с пониманием слушали нас, откликались на наши просьбы не ломать. Вообще, нашему вниманию к этой теме Ирина Семберегова удивилась. Ведь по ее словам, к ней с жалобами никто из родителей не обращался. Новый забор в 75-м детском саду ждали с нетерпением. Садик открыли 11 лет назад, и старое ограждение устарело. Местами даже начало заваливаться. Для безопасности малышей решили обновить ограду. Подрядчик должен был закончить к 16 сентября, но не успел. Поздно закупил материалы. Спустя месяц забор готов, а за каждый день просрочки исполнителю придется заплатить штрафное пение. Каиркану сегодня приковано внимание многих СМИ из-за вот этого зверька. Вновь песцы. Каирканцы сняли непрошенного гостя в одном из дворов. В последний раз большое нашествие песцов и лис в Норильске было в январе 2018 года. Тогда в Талнахе и Каиркане животные покусали сразу 7 человек. Всем пострадавшим поставили уколы от бешенства и столбняка. Ведь лисы и песцы – основные переносчики вируса бешенства. Так что держитесь от этой красоты подальше. А приходят они в город в поисках еды. Еще о Норильске сегодня говорят и по другому поводу. Герой нашего сюжета, участковый Алексей Домогашев, стал победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый». Впереди у него всероссийский этап. Всего за Норильчанина на краевом этапе проголосовали больше 600 человек. В полиции Алексей Домогашев служит с 2004 года в должности участкового с 2009. За это время он не имел нареканий ни от руководства, ни от жителей вверенной ему территории. Что ж, удачи и победы. А далее про смелые предложения наших северных собратьев. Президента России попросили отменить пенсионную реформу для северян. Тему обсудили на северной конференции в Салихарде. Там считают, что возвращение старых условий выхода на пенсию для Крайнего Севера и приравненных к нему территорий позволит повысить привлекательность Арктики и Дальнего Востока. Притом затраты небольшие, если сравнивать с многомиллиардами вложениями государства в программы развития. Ряд рекомендаций собираются направить в адрес президента правительства Госдумы и Совета Федерации. Ну а вот выльется ли во что-то эта инициатива пока сказать сложно. А теперь расскажем про релакс по производственному. Эти новенькие душевые гардеробные получили работники участка предприятия «Электроремонт». Отныне, после смены, а народ здесь занимается ремонтом крупных машин переменного тока, можно с комфортом привести себя в порядок. Новую бытовку рабочие ждали год. Долго ждали этого момента. Было такое, что даже женщины и мужчины в одной раздевалке помещались. Женщины до четырех у нас работают. Уходили пораньше, а потом уже приходили мужчины. Здесь было все заменено полностью. Вот и проводка, и вентиляция полностью сделана. Ну и естественно все душевые. Теперь просторные гардеробные душевые и прачечная есть и у 20 мужчин, и у 35 женщин из ремонтно-механического цеха. В скором времени установят же еще сушилки. У нас наконец-то поставят стиралки. Сможем робы стирать спокойно. Ну, домой грязными будем. И так в целом вообще все круто. На отделку кофельной плиткой полов, стен, подвесной потолок из антикоррозионных материалов, новые двери, инженерные коммуникации, вытяжную вентиляцию, металлические шкафы для чистой и спецодежды, электросушителей и фены потратили около 28 миллионов рублей. Это Северный город и сейчас наш эксклюзив. Речь пойдет о глобальной перезагрузке, которая идет в Норильском музее. В перспективе в городе появится два современных культурных пространства. Музей уходит от академичности, ищет новые формы для того, чтобы норильчанам в его стенах было интересно всегда. Прямо сейчас интервью директора музея Натальи Федяниной с моим коллегой Максимом Трофимовым. Ему она рассказала, насколько сложен и интересен процесс поиска нового пути, самого преображения и когда же мы увидим финальную картину. Чем сегодня самым главным живет музей и в какой он стадии своего становления, развития? У нас есть концепция развития, и это многоходовая история. Это другой способ проведения выставок, когда мы меняем пространство, событий таких очень концептуальных. Но это все такие текущие истории. Они прекрасные, но кратковременные. Конечно, мы должны в первую очередь меняться глобально. Музеи достойны каких-то других пространств, помещений, то есть вообще другого сервиса для аудитории нашей, который главный, конечно, является для нас норильский посетитель. Поэтому у нас таких уже три инфраструктурных проекта запущено. Первым стала маленькая полярная арт-резиденция. Она показала, насколько много идей оттуда выходит, и какая аудитория сложилась вокруг резиденции. Она, кстати, связана и с лекториями в городе, то есть люди, которые стремятся к образованию, такие подвижные, развивающиеся норильчане, они вокруг резиденции тоже собрались. И вот это все показало, что тема современного искусства очень потенциально важная, интересная. И появилась идея создания Арктического музея современного искусства. Есть такая аббревиатура, мы ее активно внедряем, что ли. АММА. АММА, да. Арктик-мюзема в модный арт, потому что это такая ниша среди других музеев современного искусства. Это очень большой проект. Под это было получено здание при поддержке компании, муниципалитета, здания бывшего дома торговли. И сейчас третья история. На самом деле, может быть, самое главное про музей, как мы его... Если это АММА, современное искусство, то музей, где мы с вами находимся, такая, скажем, мама для города, потому что это какая-то плата материнская, фундамент, основа идентичности норильчан, с их скользящей памятью, постоянно сменяющимся населением. Это очень важная история. Здорово слышать про такие большие планы. Приятно видеть, что у тебя и у твоей команды глаз горящий. Но не раз приходилось слышать из публики такие слова, что, ребята, а нашему Норильску-то такие крутые девайсы для чего? Вовсе не схлопывается этот город, он растет, и население растет даже по официальным цифрам. Вопрос, как меняется население, на кого меняется, как работать с теми новыми людьми, которые сюда приезжают. Количество посещений, учреждений, культуры, оно на самом деле не падает. Важно подтягивать других, тех, которые не ходят. На такие сложные культурные предложения. На самом деле нужно, чтобы город был сложнее, чтобы в городе были инженерно-технические кадры с высокой квалификацией, чтобы город жил и развивался за счет образованных людей. Но людям нужно приезжать сюда в комфортные условия и получать те же возможности в плане досуга, качества жизни, как и в других регионах. По крайней мере, на это надо замахиваться, к этому надо стремиться. И мы, создавая, замысливая такие сложные пространства, наверное, такую цель для себя ставим. Привлекать, удерживать таких качественных норильчан. Есть такой шаблон у людей, что это обычно, знаете, из советского времени, из кривических музеев с постоянной экспозицией пришло, что, ну окей, я уже один раз в своей жизни был в этом музее, теперь могу спокойно галочку поставить, что здесь вся программа исполнена. Насколько часто сейчас человек может в современном музее, не только в наиске, но вообще в нормальном современном музее, найти для себя что-то новое? Сейчас даже крупные музеи не рассматривают такие долгосрочные, очень долгоиграющие экспозиции. Это правда. Особенно, если мы ориентируемся на местное население, на горожан. А мы именно на них ориентируемся. Несмотря на туризм, программы развития туризма, наш основной посетитель – это норильчанин. И поэтому мы стараемся, конечно, больше пространства вставлять под сменные выставки, экспозиции, проекты. Это очень важно. То есть музей сегодня – это очень динамичное пространство. И вот эту гибкость мы тоже предусматриваем в концепции, например, этого здания. Сейчас музей становится современным общественным пространством, где происходит много чего. Про музей Норильского тоже можно это сказать, начиная от ярких примеров, как музейная продленка, работа с детьми, до того, что вы являетесь основным базовым аэродромом для замечательных наших краеедов, для независимых проектов, клубов, которые к вам просто заходят, как в дом родной у вас здесь работают. Вот в этом смысле, как вы себя видите именно как пространство общественное? Востребованность музеев, она через то, что это действительно очень интересное, увлекательное, немного развлекательное пространство, но просложенное культурное предложение. То есть мы не просто показываем какие-то прекрасные картинки, это всегда с какой-то концепцией, с какой-то идеей, с тем, что человек что-то унесет, интересное, что его куда-то должно двигать вперед, развивать человека. Это отличие. Потому что мы, например, планируем, конечно, и здесь, и в этом новом музее современного искусства, большие общественные, кстати, бесплатные пространства в том числе. Планируются зоны музейных магазинов, каких-то мастерских. Тот самый коворкинг, я уже это слово не очень люблю, но по-английски просто можно... Есть два таких слова очень красивых. Есть entertainment, развлечение, а есть edutainment, развлечение с обучением. Вот мы про edutainment. Ну и естественный вопрос от людей, которые, например, слышали про проект АММА, но сильно не следят. Год-то открытия дверей планируется. Когда? Это очень непростая история. Музеи строятся нелегко. Это сравни, наверное, по инженерной сложности с госпиталями, с АММИ. Потому что много очень специальных коммуникаций. Не только для людей, а вот та самая память города требует очень много ухода, специальных условий. Вот поэтому это сложный и архитектурный, инженерный проект, он двигается. К концу года должны получить уже такой вполне рабочий эскиз. Дальше вступают в дело проектировщики. При хорошем раскладе, вот, 23-24 год стоит у нас в планах. Это очень-очень короткие сроки для строительства музея, потому что это не просто ремонт. Я думаю, что это очень было бы прекрасно, если бы мы в эти сроки уложились. Мы пытаемся. Спасибо, будем держать за вас кулаки. И очень-очень ждать. Днем в городе переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный 1,6 метра в секунду. Температура в городе минус 6-9 градусов. Здравствуйте, это Сопромат. И поговорить о сегодня хотел бы вот о чем. У юмористической программы Городок была такая рубрика «Живут же люди». Вот сегодняшний Сопромат как раз из этой рубрики. То есть все мои представления о покупательской способности в туриндустрии не просто оказались посрамлены, они буквально встали с ног на голову. А причиной стало озвучивание грядущей стоимости турпакетов на круиз по Енисею на теплоходе «Максим Горький». Этот теплоход, кстати, 1974 года постройки. Ой, как я. Новости северного города недавно показывали в своем сюжете. Он как раз следовал в Красноярск, где должен был пройти реконструкцию и превратиться в круизное судно хай-класса. История, в общем, радостная, ведь это все темы в копилку развития туризма на Таймере. Естественно, все ждали свежих новостей по турам, по ценам, дождались и немножечко опухли. Компания «Водоход» опубликовала цены на круиз по Енисею на новом теплоходе «Максим Горький». В свой первый рейс «Максим Горький» отправится 18 мая. За 10 дней он проплывет до села Ворогово и обратно. Туристам обещают показать Красноярск, Енисейск и села Галанино, Никулино и Ярцево. Самый дешевый билет на этот круиз стоит 317 600 рублей за двумя каюту на главной палубе. За одноместное размещение в трехместном «Делюксе» на самой верхней палубе придется заплатить 693 500 рублей. А с 6 июня «Максим Горький» начнет ходить до Дудинки. Путешествие будет занимать 11 дней, включая вертолетную прогулку из Дудинки на плато Путорана. За этот тур организаторы просят от 356 до 901 000 рублей с человеком. Сюда еще стоит добавить цену авиабилетов из Норильска, так как теплоход везет туристов только в одну сторону. На обратном маршруте от Дудинки до Красноярска цена больше 421 000. Это минимум. А максимум 1 миллион с лишним рублей, сообщает портал Ньюслаб. 1 миллион рублей проехать от Дудинки до Красноярска. Красноярцев от этой информации порвало даже раньше, чем Норильчан. Они, видно, привычнее нас к круизам по Енисею и, видимо, готовились приберять ценничек на себя. Ну, мы-то не такие наивные. Вот каменты в результате у ребят зашкалили. И на кого же рассчитан этот аттракцион неслыханной щедрости? Летом этого года на прогулках по Енисею красноярцы пеняли нам на стоимость 3000 с двухразовым питанием на теплоходе, с 10-ти часовой программой. Это безумно дорого. Нам сказали, что приходит новый теплоход и мы будем кататься на нем. Торопитесь, продажи открыты. Они там здоровы. Я тут прикинула по курсу это минимум 611 долларов за ночь. Да за эти деньги могу поехать в круиз по Средиземному морю с посещением нескольких стран. Вот такое писали люди и про сравнительную стоимость туров комментаторы не наврали. Я тоже погуглил стоимость круиза по Средиземноморью и вот первое, что нашел на вскидку. Круиз по Средиземноморью 14, ночей 11 портов Барселона, Гибралтар, Марсель, Генуэ, Чевитовекия, Корфу, Валетта, Миссина, Неаполь и так далее. Цена 2639 евро, то есть где-то 190 тысяч рублей на наши. Выходит, если верить публикациям, почти вдвое дешевле, чем сплавать в одну сторону от Красноярска к Дудинки. Или вот другой пример. От Дудинки до Красноярска за билет просят, напоминаю, до миллиона рублей. Реально богатому туристу проще добавить еще 800 тысяч и рвануть на пафосном ледоколе из Мурманска аж на Северный полюс. Но, да, вот тут у нас вроде возникает сакраментальный вопрос. Те, кто просят безумные деньги за круиз по Енисею, они что, какие-то сумасшедшие? Такие нереальные цены назначать? Да? Но тут возникает еще одна важная цитата из новостей, которая показывает, нет, организаторы туров походу совсем не шамошедшие. Вот цитатка с портала Сибновости. Разница с неслабом в одну строчку. Но какую? Итак, первый круиз по реке запланирован на 18 мая. Теплоход стартует из Красноярска и завершает путь в селе Ворогово Турханского района. Стоимость такого тура от 317 тысяч рублей. Но свободных кают уже не осталось. Вот я, когда прочитал, вначале глазам не поверил, но вы же сами сейчас тоже самое читали и слышали, да? Цена тура от 317 тысяч рублей. Но свободных кают уже не осталось. Тут или какая-то ошибка или организаторов тура можно поздравить с открытием Эльдорадо, в котором водятся туристы, готовые платить безумные деньги. И если у круиза реально будет такой платежеспособный спрос, вот тогда, ребята, жителям и дудинки, и поселков пора подумать, как ошкурить таких сладких туристов на сувенирах и экскурсиях. Нет, честно, инфа про такие цены действительно может быть очень позитивна, потому что северяне все равно не смогут себе позволить даже малую часть билетика на подобный круиз. Но если речь о туризме привозном, так тогда, чем платежеспособнее и щедрее будут приезжие туристы, тем лучше. И очень хорошо, но на материк из Норильска их планируют возить не тем же лайнером, а через наш город самолетами. Пусть застрянут в городе, пусть оставляют свои дурные деньги в местных кафе, гостиницах, сувенирных лавках, пусть платят частным экскурсоводам, которые при платежеспособном спросе мигом появятся. Главное, будет ли этот спрос реальный. Ну что ж, вот мне прям реально интересно, дождем со следующего мая и посмотрим. Это очень, очень повторюсь, интересно. А с вами был Справат, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok